Приветствую вас, дорогие друзья, на лекции, посвященной учению Александра Васильевича Куприна о колорите, о живописи, о цельности в живописи и о материалах, которые применяются в живописи. Данный ролик подготовлен при информационной поддержке КССУ. Вернемся к биографии Александра Васильевича Куприна. Александр Васильевич Куприн. Родился 10-22 марта 1880 года в Борисоглебске, Воронежской губернии. Умер 18 марта 1960 года в Москве. Русский и советский живописец-пейзажист, заслуженный деятель искусства СССР, член-корреспондент Академии художеств СССР. До 1904 года он учился в школе Дмитриева-Кавказского, затем переехал в Москву и два года посещал студию Иона и Дудина. В 1906 году поступил в Московское училище живописи, вояне, изучества. Сначала фигурный класс, а с 1 января 1907 года его перевели в натурный класс, где преподавал Константин Алексеевич Коровин. Однако через месяц заболел туберкулезом, был вынужден по настоянию врачей уехать в Крым. В 1908 году врачи разрешили ему возвратиться в Москву. И Куприн возобновил свои занятия в училище. Занимался в мастерской Архипова и Пастернака. В 1909 году Александр Васильевич Куприн впервые участвовал в салоне «Золотого руна», где было собрано все созданное в те годы под воздействием новейших течений французского искусства. В 1910 году он был вынужден уйти из училища и стал одним из деятельных членов объединения «Бубновый валет». С этого времени он почти 14 лет писал главным образом натюрморты в кубистическом стиле. В 1930 году стал активно работать над индустриальным пейзажем, изображая заводы в Днепропетровске, Москве, нефтяные промыслы в Баку. Перед войной он обратился к мотивам русской природы, а после войны вновь к крымским пейзажам. Последние годы жизни в его творчестве опять возникла индустриальная тема. В 1954 году Куприн был избран членом-корреспондентом Академии художеств СССР, а 13 сентября 1956 года утвержден в звании заслуженного деятеля искусства СССР. В 1957 году в Москве состоялась персональная выставка Александра Васильевича Куприна и скульптора Матавилова. Похоронен он на Новодевичьем кладбище в Москве. Сейчас постараюсь вам рассказать о учении Куприна, о его советах в живописи. Так, он говорит. Мы будем изучать законы живописи. Живопись живопись. Это воссоздание на плоском холсте форм предметов, их расположений в пространстве, а также передача материала предмета при помощи цветовых отношений. Каждый мельчайший элемент природы есть цвет. Бледно-желтый, серо-зеленый, темно-лиловый. Любой оттенок, который вы встретите в природе, рассматривайте как цвет. Как бы из куточков цветов самых разнообразных оттенков, сопоставлений их лепится форма. Четкий глаз художника видит тончайшие оттенки, скажем, белого. Чтобы написать «белый снег», может быть, придется использовать сотни оттенков – голубого, розового, желтого, лилового и так далее. Глаз человеческий развивается так же, как слух. Многие оттенки, которые видит зрелый мастер, он в дни своей юности не видел. Важно только правдиво передавать свои ощущения от предмета. Так вы чувствуете в настоящее время. Но мало одного желания правдиво передать свои ощущения от предмета. Вы хотите искренне, правдиво передать то, что вы видите. А у вас не будет получаться то, что вы хотите передать. Почему это? Чтобы передать форму, надо знать, как это сделать. Первое – надо поставить глаз так, как певцу ставят голос. Для этого существует школа. Но не все же могут обучаться в школе. И вот в помощь тем, кто не может учиться в школе, я расскажу о своем методе рисования с натуры. Может быть, это кому-нибудь поможет. Цельность живописи. Всякое произведение искусства прежде всего должно быть цельно. Цельные живописи, то есть в лепке формы, в пространстве цветом, создается сопоставлением. Что бы вы ни писали, белый предмет, голову ли человека, смотрите на все, как на сопоставление цветов в тени, в свету и полутени. Цветов различной силы напряжения. Попытаюсь вам рассказать по порядку, как я начинаю писать. Веду работу и заканчиваю. Предположим, я писал натюрморт. Для наглядности привожу здесь снимок с натюрморта Шардена. Как будто бы это натура, и я пишу с нее. Первое, что я бы сделал, на белом холсте или бумаге нарисовал бы все углем, выявив светотенью формы. Это дало бы мне правильный живописный рисунок. Затем тонкими линиями черной туши обвел бы необходимые контуры. Смахнул бы весь уголь дочисто, протерев холст или бумагу резинкую. У меня бы на холсте остался нестираемый тонкий контур. Выкладываю на белую палитру, тарелку, краски. Протираю холст или бумагу очень тонко, только чтобы легко скользила кисть. Ни в коем случае не переложить масло, иначе краски будут течь. И начинаю подмалевывать и безбелил, как акварелью, широкой кистью, не боясь заехать формой на предмет. Если будете при этом в широком движении кисти заезжать на предмет, то линия туши у вас останется. И вы чистой тряпочкой снимете заехшуюся краску по контурам. Первый подмалевок не даст настоящего эффекта. Нанесенный тонким слоем краски он будет бледноват. Тонкий слой краски быстро высохнет. Проходимся по высохшему слою второй раз, чтобы окрасить холст в те тона, на которых можно начинать писать. Выбираем самое темное место в натюрморте. Очевидно, это будет красное вино в рюмках. Постараемся взять его в полную силу. Сейчас же мы заметим, что фон, который казался взятым в силу, вдруг посветлел. Темное пятно вина высветило фон. Начинаем утемнять фон цветом в его настоящую силу, сопоставляя рядом с вином. Блики сначала не пишутся. По отношению к темному вину берем все тени, сравнивая силу цвета и оттенки между собой всех теней. Забота ваша должна быть обращена на то, чтобы выявить разницу в тоне и оттенке цвета. Дальше все тени, лежащие на винограде, сравнивайте между собой. Вы увидите, что все они различны по тону и оттенку цвета. Одна будет более глубокого, красноватого, другая зеленоватого. Но только одновременное вытаскивание из натуры этих различий скрывает живопись. Сравнив и выразив все тени, и на гранатах, и на персиках, и на белом кувшине, переходим к полутени, кладя первую полутень рядом со самой темной тенью, сравнивая с тенью найденную полутень. Также сравнивая ее со всеми полутенями, полутени груши сравнивая с полутенями винограда, гранатов, кувшина, ножа, персика и так далее. Все цвета сравниваем со светами, все тени с тенями. Метод сравнения, метод выискивания различий, различий напряжения света и оттенков цвета приведет к верному решению. Эта своеобразная диалектика живописи позволяет организовать натуру. Итак, все значения и весь смысл моего метода заключается не в поисках тона и цвета любого пятна, а наоборот, в сравнении с окружающим, позволяющим найти соответственное место в целом. Чем опытнее вы будете становиться, тем шире будете смотреть на целое. Сначала вы будете искать и сравнивать два тона, потом три, потом четыре, пять одновременно. И, наконец, как дирижер оркестра, который слышит одновременно и скрипку, и флейту, и контрабаст, и так далее, вы разобьете свои глаза настолько, что будете видеть все одновременно. А рука ваша будет брать не два, не две-три ноты, а целые аккорды живописи. Тогда вы станете мастером живописи. Теперь поговорим о рисунке и позднее поговорим о материале в живописи. А вот еще несколько практических советов. В заключении хочу дать вам несколько практических советов. Начинайте, тонко подмалевывая, тени делайте прозрачно, гладко, сильные света, сильно нагружая краской, корпусно. Умейте найти пластическую кладку слоя красок, перехода от тонко написанной тени к корпусному свету. Несколько слов о применении массы в живописи. Имея сравнительно законченный подмалевывок, вы собираетесь закончить какой-либо кусок его в один-два сеанса. Для этого необходимо иметь густое масло, масло или лак, приготовленный временем. Получить его можно следующим образом. Летом на солнце налейте тонким слоем масла на блюдечки и через два дня получите лак. Соберите его в бутыль. Таким лаком перед окончанием какого-либо места холста смажьте его тонким слоем. Краски будут легко соединяться с лаком. Материалы живописи. Живописцы сплошь и рядом покупают краски, прельчаясь цветистостью, блеском, экзотичностью названий, упуская из виду их непрочность. Вернее сказать, находятся в полном неведении о последствиях применения их картины. Так, работа Куинжи в Третьяковской галереи явно потеряла значительную часть яркого колорита. Это результат погони художника за исключительным эффектом освещения и яркостью красок. Однажды я, обходя Третьяковскую галерею, остановился у картины Архипова на оке. Это были последние годы его жизни. Рассматривая ее и восторгаясь необыкновенной жизненностью, прекрасно написанными фигурами и пейзажем, я заметила, что картина эта изменилась. Вся она как-то выцвела, краски потухнели. Слышу, сзади меня кто-то тяжело дышит. Оборачиваюсь и вижу самого автора, Абрама Ефимовича. Когда-то я учился у него в натурном классе Московского училища живописи. Мы разговаривались. Он тоже, конечно, заметил изменения в своей картине. Спрашиваю его, какими красками вы писали? Кузнецкими, с улыбкой ответил он. На Кузнецком мосту в магазине Досекина мы, художники, покупали все живописные материалы. Для меня стало ясно, что изобразительная сторона его метода прекрасна. А что касается технологии материала, то по этой части он не был знатоком. Как я уже говорил, повторные прописывания картины неминуемо ведут к потемнению. Но поскоблишь и опять писать можно. Наконец наступает момент, когда потемнение прекращается. Значит, нижние слои достаточно просохли и уже не тянут в себя масло. По-видимому, старые мастера употребляли секативы, ускоряющие засыхание красок. Спасибо за внимание.